Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 9 июля, а рассматриваем мы, как обычно, валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар. Обе валютные пары очень похожи друг на друга и имеют почти одинаковую динамику, отличаясь при этом своим характером. Тем не менее, рост одной пары обязательно вызывает рост и другой, поэтому тут надо сказать, что прошлый обзор со сценарием на рост постепенно идет на реализацию. Целевые точки практически достигнуты или уже достигнуты, поэтому есть смысл повысить целевые уровни в расчете на дальнейшее продолжение восходящего тренда. Итак, австралийский доллар постепенно продвигается в рамках предполагаемого сценария. Цена вышла за пределы образованного треугольника и на данный момент направляется к первой целевой отметке на уровне 0.7020. В данный момент пара торгуется чуть ниже, но достижение этого уровня, надо полагать, является всего лишь вопросом времени. Актуальность восходящего сценария свою силу не теряет, вероятно, движение еще продолжится в том же направлении, поскольку обратных сигналов пока нет. Это позволяет скорректировать уровни для достижения и повысить целевые уровни. Ну и вот что касается актуального графика, предположительно уровень 0.7020, ранее выступавший целевым, может стать краткосрочным сопротивлением на пути пары, что может привести к локальной нисходящей коррекции. Ее пределы лежат в районе текущего уровня поддержки, расположенного на уровне 0.6961. Последующий отбой от него нацелит пару на новые локальные максимумы в районе 0.7081 с потенциальным проходом до отметки 0.7145. Старт на более глубокую нисходящую коррекцию с отменой текущего сценария будет дан в случае пробоя и закрепления цены ниже разворотного уровня на 0.6927. Очень неплохо показал себя новозеландский доллар, который также ожидаемо вырос и к настоящему моменту уже достиг первую целевую отметку на 0.6564. В настоящий момент цена направляется ко второй целевой отметке на 0.6614, достижение которой является вопросом ближайшего времени. Правда, потенциал достижения тут оказался весьма небольшим. Пара не дала коррекции к поддержке, а просто продолжила движение вверх, выйдя за пределы образованного диапазона. Сложившаяся картина позволяет скорректировать уровни и повысить цели для достижения цены. Поскольку сценарий на продолжение восходящего движения все еще остается в силе. Ждем окончательного закрепления за пределами диапазона и последующего восходящего импульса. Ну и вот, судя по актуальному графику, в данный момент не исключена вероятность локальной нисходящей коррекции в область ближайшего уровня поддержки, расположенного на 0.6512. Ретест и последующий отбой от него направят котировки к новым локальным максимумам в районе 0.6667 с потенциальным проходом до 0.6719. Отмена данного сценария состоится при пробое поддержки и снижении в область ниже текущего разворотного уровня на 0.6487. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.